Всем привет! Сегодня речь пойдет о том, как выбрать правильно мини-мойку. Довольно много уже видео существует по выбору мини-моек. Ну вот, настал 2014 год, вышел новый каталог, и я решил поделиться с вами вот такой таблицей, которая представлена, аппараты разных классов для решения любых задач. Начинается таблица, конечно же, со второго класса, и вот вы здесь можете увидеть, какую площадь может помыть мойка второго класса, какое давление у нее максимальное на выходе, и какое у нее потребление воды. Значит, мойка К2 предназначена для мытья велосипеда, какого-то строительного инструмента, тачки, лопаты, скамеечки, ну, вот объем работ у К2 примерно вот такой. Так что, когда вы приходите в магазин, и хотите купить себе мойку, то не стоит брать второй класс для мытья машины, так как это не входит в его спецификацию. Ну, далее идет К2, К4, К4 вернее. К4 уже способна помыть легковушку, мотоцикл, дорожку, забор, ну, и все то, что могла помыть мойка второго класса. Давление у К4 130 бар максимальное, расход воды 420 литров, 30 квадратных метров в час, и мощность двигателя уже 1800 ватт. То есть вот с таким вот расчетом нужно выбирать К4. Далее идет К5, это уже производительность 40 квадратных метров в час, 145 бар максимальное давление, 500 литров в час расход воды максимальный, и 2100 ватт мощность двигателя. Насчет того, какие двигатели, на каких мойках стоят, есть уже видео, я поставлю ссылку внизу, можете посмотреть то видео, там описано все. К5 уже подразумевает мойку уже больших автомобилей, джипов, легковушек, мотоциклов. То есть спектр довольно-таки уже расширен. Как правило, К5 это наиболее продаваемые аппараты, которые, как правило, больше всего покупают люди. Также вот седьмой класс, 60 квадратных метров в час, 160 бар максимальное давление. Что такое 20? Это при снятой насадке мы имеем 20 бар давления. Расход воды 600 литров в час максимальный, и 3000 ватт мощность двигателя синхронного с водяным охлаждением. И вот К7 это максимальный спектр применения мойки, то есть для дома. Это просто запас по давлению, по производительности. Это выше крыши. Конечно же, К7 стоит дороже, чем К2, но всё же стоит выбирать по назначению. Если видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду стараться выкладывать что-нибудь новенькое, интересное для вас. Всем пока!